Молодцы, другое дело. Друзья, я рад всех приветствовать на общегородской ликоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. И прямо сейчас для торжественного открытия и приветственного слова я хочу с большим удовольствием передать микрофон заместителю начальника управления развития физической культуры и массового спорта Тесиль Александру. Друзья, приветствую! Добрый день, дорогие участники ликоатлетической эстафеты, дорогие ребята. Разрешите мне от имени главы города Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева, от лица спорта управления, поприветствовать вас здесь на корабельной набережной и поздравить с участием ликоатлетической эстафете, посвященной окончанию Второй мировой войны. Сегодняшнее мероприятие приурочено к этой торжественной дате. У нас в эстафете принимают участие как молодежь, трудовые коллективы, так и ветераны, как спорта, так и Великой Отечественной войны. Хочу пожелать всем участникам эстафеты удачи, терпения и чтобы вас никогда не покидала воля к победе. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну среди сегодняшнего многообразия участников есть отдельный человек, которого надо поприветствовать как минимум в два, а то в три раза громче. Среди нас сегодня участвует в нашей эстафете ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга Пагаев Александр Михайлович, друзья. Александр Михайлович каждый день бегает по пять километров, и общее количество преодоленных им километров составляет около 39 тысяч. 20 мая 2015 года Александру Михайловичу исполняется 90 лет, друзья. Он всю жизнь прожил в городе Владивостоке, и в настоящее время проживает в городе Владикавказе. И Александр Михайлович сегодня специально приехал принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и в нашей эстафете. Так как ранее всегда был ее активным участником. Александр Михайлович, прошу, вам слово. Здравствуйте, дорогие участники Легкоатлетического пробега, посвященные Дню Победы, Дню 70-летия Победы. Я рад присутствовать на этом празднике спорта. Дело в том, что я постоянный участник таких пробегов, посвященных Дню Победы. Ну, так сложилась обстановка, что сейчас я на этот пробег прилетел из города Владикавказа, чтобы именно принять участие в этом пробеге. Я горжусь, что в моем городе, Владивостоке, так почитают спорт. Я горжусь тем, что среди участников очень много молодежи, в том числе и ветераны спорта. Мы будем ветераны спорта, клуб ветеранов спорта «Золотой рок». Будем следовать за вами и бежать тоже в этой эстафете. Я горжусь тем, что прожил на Владивостоке более 70 лет, но так сложилась обстановка, что я сейчас вынужден жить далеко от Владивостока. Буду периодически приезжать на такие праздники, вот как День Победы, день, посвященный, вот праздники, посвященные Дню Победы. Я желаю вам сегодня успехов, победы над собой, победы командной. И будьте здоровы, держитесь за спорт. Спорт в жизни вам поможет навсегда. Большое спасибо, Александр Михайлович, всегда рады вас видеть. Ну что, друзья, уважаемые участники, в честь открытия соревнований звучит гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Большое спасибо, Александр Михайлович, всегда рады вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.